приветствую всех 3178 сборка новый игровой системный блок в корпусе формула влайн 7706 у корпуса закаленное стекло на передней и боковой панели new york стекло очень симпатичные ящики и на передней панели у нас три вентилятора с подсветкой аэрокулы система saturn 12f rgb про с хабом идет в комплекте пульт дистанционного управления также мы кнопку reset запитали на этот же контроллер чтобы можно было при потере пульта также регулировать подсветку либо ее отключать можно задавать даже скорость вращения вентиляторов в общем довольно таки продвинутая система и недорогая изначально эти коробки идут с 8 вентиляторами такими как на задней панели такой вот стоит и представьте что их 8 штук 2 сверху 2 снизу 3 спереди 1 на выдох такая получается гирлянда и подсветка регулировать нельзя тут статика но чтобы компьютер был более практичный скажем так мы все-таки разбавляем эти системники такой вот системой rgb и ночью при желании можно просто это все дело отключить и мешать работе но мне будет так красивые коробки получаются через закаленное стекло это все смотрится бомбически особенно вот эта передняя панель она с тонировкой идет чем смотрится дорога богатым компактные коробки для такого не шибко горячего железа построен системник на базе нового поколения процессоров 11 это rocket lake курай 5 11 400 f 6 ядер 12 потоков базовая частота 2 и 6 в трубобусте до 4 4 гигаерц он гонится но по всем ядрам доступна частота 4 2 мощнее процессор чем 10 400 ф мощнее на энер так процентов на 5 10 есть на борту определенные инструкции из-за которых процессор очень очень горячий сравнение здесь 400 если запустить тест стабильности вот сейчас видно при простой 10 ватт потребляет процессор 65 ватт на внимание показывает 96 ватт до этого у нас была сборка на 11 400 f и плата была в 560 гигабайтов sky гигабайт позволял этому процессору 82 ватта потреблять а срок позволяет 96 ватт соответственно никакая система интеловская оригинальная не подойдет будет постоянно подвывать здесь у нас стоит deep cool h mini h mini будет работать довольно тихо и в принципе с этим процессором справиться хотя если он будет все время под нагрузкой какой нить рендер то даже сюда желательно поставить какой нить массивную башню на 4 трубках с тдп под 130 ватт это не 10 серия эти процессоры реально кушают ну и собственно из-за этого даже 510 платы вот аж 510 чипсет обладает уже не пятью фазами питания не шестью а в данном случае на 7 фаз на 560 их платах зачастую идет 8 и были платы где бюджетный чипсета 9 воспитания для шестиядерника может быть это не сверх актуально то есть спокойно эта плата с ним справиться но если был бы восьмиядерная седьмой то эти процессоры должны ставиться только на топовой матери они могут кушать и в 160 ватт это очень много это все уходит нагрев а учитывая что процессор у нас с небольшой придурью когда просто кристалл не может столько тепла отдать крышке идет перегрев троттлинг поэтому приходится использовать водянку а по факту приходится даже 11 серия поверлимитом душить иначе процессора не совсем адекватные становятся плата у нас недорогая по низу рынка все атрибуты которые нужны здесь есть две планки памяти можно поставить в общем объемы 64 гигабайта максимум 2 по 32 можно поставить 2 по 16 но стоит у нас две планки по 8 гигабайт ddr 4 максимальная частота для и 5 я и 3 допустимая 2666 то есть если поставить память более высокочастотную выше чем 2 600 по частоте работать не будет для и 7 9 частота 2 и 9 гнать частоту по памяти может только b560 либо z чипсета без вариантов это не амд где даже бюджетные сборки могут разгоном заниматься intel здесь вводит свою иерархию 4 sata порта на плате в одном из них вот над накопитель на 512 гигабайт silicon power а 58 при этом объеме можно по крайней мере пока не задумываться о покупке жесткого диска при желании можно и добавить видеокарта geforce gtx 1650 на 4 гигабайта gdd r6 1650 бывает на ddr5 и ddr6 памяти по производительности это примерно 10 процентов тире 15 то есть на ddr6 предпочтительнее покупать карточки такие уже от 30 тысяч у нас она здесь за 26 500 посчитано фирма mc версия ventus на двух кулерах имеется также тепловая трубка карточка тихая имеется до питания в 6 пин хотя подобная картам это не обязательно пошли пся экспресс спокойно до 70 ватт можно пропустить а карточка у нас 60 ватт на блок питания на 500 ватт каугар серия 100 и 80 плюс сертификат и в принципе этот блок питания может потянуть такие карты как 6 600 xt rtx 20 60 30 60 без каких-либо проблем хорошие блоки в будущем карту можно прообразить хотя с такими ценниками наверное это будет системник в таком варианте что точно никого модернизировать не будет да и процессор здесь стоит довольно таки мощный куда уж выше тест цепок и нам показал 70 одну тысячу попугаев разогнался до частоты 4 3 гигагерца чуть-чуть не дотянул до 8 700 кей процессора хотя по факту это он и есть с накрытым стеклом все выглядит очень даже здорово стекло и спереди сбоку закаленное если испачкается всегда можно протереть и будет как новая компактный такой корпус не огромный ну и за стекла довольно таки тяжеленький по деньгам 64 тысячи 700 рублей вышла машинка такой средний игровой системник но если хочется видеокарту помощнее то следующий вариант это 1660 от 45 за карту а прирост производительности будет примерно те же самые 15 процентов как от 1650 с ддр 5 до 1650 с ддр 6 памяти такие дела